На первый план новостей сегодня вновь вышла погода, точнее не погода. Зимняя стужа пришла даже туда, где ее не ждали. В Краснодарском крае лидируют последствия мощного урагана. Накануне наставил без света десятки тысяч человек. Ситуацию усугубляют морозы, которые прочно установились на юге России. Не балует погода и жителей многих стран Европы. Там сильные снегопады. Коммунальщики уже не первые сутки работают в авральном режиме. Тему продолжит и Георгий Крысенко. В Краснодарске крайние погода атакует сразу по двум фронтам. Небывалые для этих мест морозы в минус 15 и даже минус 20 сопровождаются ураганным ветром порывами до 45 метров в секунду. Который утихать, похоже, даже не собирается. Повсюду повалены деревья и рекламные щиты. Новороссийский Геленджик частично обесточены. Без света остаются более 12 тысяч жителей. С сегодняшнего дня повсеместно отменены занятия в школах. В Новороссийске из-за урагана ограничили поездки туристических автобусов. А на Каспии из-за аномальных холодов в Дагестане возникли сложности в работе Махачкалинского морского торгового порта. Его акватория промерзла на 100%. Сюда приходится буксировать в бухты. Похожая ситуация и на Азовском море. Из-за непогоды для судов и паромов закрыт Керченский пролив. В 50 километрах от берега в ледяном плену оказался сухогруз «Авак-1». Экипаж из 12 человек был вынужден сойти на льдину. Людей с нее забрал и доставил в Симферополь вертолет МЧС Украины. Снег парализовал движение сразу на нескольких крымских трассах. Заносы образует ветер, скорость которого достигает 30 метров в секунду. Он метет снег с полей прямо на дороге. А в центре Украины, в Житомире, коммунальные службы не успевают расчищать всю гробы. Такого снегопада здесь не было давно. Прошлые сутки работал. Сутки целые работал. Сейчас. Но ночь опять. Следующую ночь опять, наверное, будет. Надо по-любому расчищать город. Потому что движение, транспорт, маршрутки, троллейбусы, все на особо двигалось, а не стояло. Сибирские морозы не спешат отступать и в Старом Свете. Тяжелее всего из-за обильных снегопадов приходится жителям Восточной Европы. В Боснийском Сараево на помощь коммунальщикам даже подключают горожан. Я хотел бы попросить всех жителей помочь очистить трамвайные пути. Сами мы уже не справляемся. Если не расчистим дороги, скоро наступит транспортный коллапс. Мощный ураган обрушился на Черногорию. Ветер сдувал крыши с домов, валил деревья и рекламные щиты. В Подгорице не работает большинство светофоров, из-за чего затруднено дорожное движение. Морозная погода во Франции держится уже вторую неделю. Местами ночью холодает до минус 25. По словам специалистов, в ряде районов энергетическая система работает на пределе своих возможностей. Чудовищно, нереально, очень-очень холодно. Я уже какой день не могу согреться. На улицу страшно выходить. Когда же это закончится? А вот так сейчас выглядит берег знаменитого Женевского озера в Швейцарии. Жизнь здесь буквально застыла. Сама природа превратила всё вокруг в красивые ледяные скульптуры. Яхты, деревья, скамейки и даже автомобили. Прохожие спешат сфотографировать удивительный пейзаж. Впрочем, можно не торопиться. По прогнозам синоптиков, холода в Европе продержится как минимум до конца недели. Георгий Крысенко, Лариса Никитина, Ирина Конова. Первый канал.